Приветствую вас и, условно, проблему можно разделить на несколько частей, первой из которых является правовой. С правовой точки зрения, уровень шума дальше днем не должен достигать определенной отметки, то есть, если даже в дневное время суток люди воспроизводят шум, превосходящий по громкости определенное количество дБ, то это является нарушением. Я думаю, что вам в первую очередь можно и даже нужно обратиться в органы правоохранительные, например, в полицию и пожаловаться, написать жалобу, чтобы люди реально при сликве, я имею ввиду представители правоохранительных органов, и произвели замер. Замер, какой уровень громкости реально воспроизводит вас в следе. И если уровень будет выше, чем положено, выше нормы, то это означает, что эти люди будут, соответственно, привлечены к ответственности. То есть, да, вечером и в ночное время уровень взашественно понижается, но и днем ограничения также есть, потому что если вдруг объективно мешает нормальной жизненности, то это также нарушение. Просто люди предполагают, что вы не знаете всех законов, не умеете защищать себя правильно, ну, просто-напросто согласитесь с тем, что они вам сказали. На деле, что это неправильно, и они находятся не в правовой, так сказать, сфере. Вот. Это то, что касается непосредственно правовой, сферских проблем. Теперь, что касается, собственно, антикологической части. Что здесь хочется сказать следующее. Дело в том, что беременные являются более восприимчивыми вообще ко всему. То есть, это повышенная чувствительность, это нарушение, там, гормонального фона, то есть, не нарушение, а изменение и так далее. То есть, у беременной женщины меняется все, начиная с вкусом и заканчивая ощущениями. И поэтому, думаю, что поскольку ваша чувствительность является аномальной, то каких-то способов для того, чтобы стать менее разразительной к звуку нет. По крайней мере, это мое мнение, если кто-то из экспертов напишет что-то еще, ну, значит, этот эксперт знает больше, чем я. Я считаю, что при наличии у вас беременности невозможно подавить эту разразительность, потому что ее не было бы, если бы у вас не было беременности. И в таком случае можно подумать о том, что если, например, вы живете одна, то, соответственно, использовать ушные заглушки, например, или плотные наушники, которые могли бы позволить вам, например, услышать с телефон, если вам позвонят, то есть, это гарнитура, да, вот, гарнитура беспроводная. И вот так вот мы могли бы немножечко снизить уровень восприимчивости к звуку. Но других способов я честно назвать не могу. Потому что если бы вас, если бы вас раздражал звук, когда вы находились в стандартном состоянии, не в положении, тогда да, это была бы проблема, потому что, мало ли, может быть, у вас повышенная чувствительность и следствие, например, какого-то неудовлетворенности, там, или следствие невроза, или какого-то внутреннего конфликта, тут все может быть, тут можно разбираться. Но беременность, являясь естественным процессом в организме, имеет такие вот симптомы, и с этим поделать ничего нельзя. Можно вам обратиться к врачу, потому что проблема здесь скорее больше физиологическая, чем психологическая. Попробуйте обратиться к врачу, посоветоваться с ним, если нельзя, вопрос решить в правовой сфере, если у вас не получится. Попробуйте, может быть, вам кто-нибудь посоветует. Но лучше всего, самым лучшим способом будет, если вы сами будете слушать какую-нибудь музыку, причем, которая бы вам нравилась, которая бы вас ослабляла и так далее. Это уже на самый край случай. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.